В 2019 году вышла 11 версия программ PayDesign. Тогда компания Brother предоставила мне программу и я выпустила текстовый обзор. Очень долго программа не могла пробраться на российский рынок, но в последнее время стало заметно, что пользователи меняют старую версию на новую. И прежде чем начать делать обучающие ролики в 11 версии программы, я решила перевыпустить вторую заметку в видео-варианте. Начну с фотостежка, поскольку это, на мой взгляд, самое полезное в PayDesign. Здесь и нет равных. Обновления этого прекрасного модуля коснулись совсем чуть-чуть. Производитель избавил нас от унылой обтравки фотографий. Больше не придется обращаться к дополнительным редакторам. С помощью функции маска вы сможете удалить задний фон изображения. Любители творить в технике лоскутного шитья и квилтинга по достоинству оценят новую возможность формировать стежковую заливку, стежку, вокруг выделенного объекта. Функция это настраиваемая. Вы сможете создать заливку на заданном расстоянии от объекта, выбрать тип строчки, различные варианты декоративных заливок. А также вы сможете задать стежку как по размеру выбранных пялец, так и по заданной области. Приятные изменения коснулись настроек застилающей строчки. Теперь можно формировать угол наклона по заданной кривой. На кривой имеется пять точек, две из которых привязаны к контуру объекта. При некорректном выставлении точек программа вернет их в исходное положение. К разнообразию стежковых заполнений добавилась изменяемая спиральная строчка. Меняя положение точки, относительно которой формируется стежковая заливка, а также форму объекта, вы сможете получать красивые изогнутые фигуры. Новая декоративная заливка имеет множество встроенных оригинальных мотивов. А в модуле программирования строчек вы сможете создавать собственные уникальные паттерны. Декоративная заливка – это улучшенная мотивная, на мой взгляд. Если в первое формирование нового узора вы оперируете одной линией, то здесь вы стежок за стежком создаете произвольный узор. Эта заливка имеет настройку «Случайный сдвиг», который искажает заполнение. Данная настройка хорошо видна на простых геометрических паттернах. К возможностям конвертации из объектов стежки и из текста в блоке добавилась еще одна полезная функция – это конвертация из стежковой заливки в строчку. Практически любую заливку можно превратить в редактируемую строчку. При работе с функционалом «Расположить копии» вы можете активировать объединение копий в единый объект. Это позволит быстро и просто формировать сложные фигуры из простых. Помимо возможностей, необходимых для создания файлов вышивки, к программе добавили модуль «Создание строчек». Модуль позволяет сформировать строчку, сохранить ее на носитель и передать на швейную машину. Если вы счастливый обладатель швейной вышивальной машины с беспроводной передачей данных, то вы сможете воспользоваться этой возможностью. Пожалуй, это все. Есть многое, что ожидалось, но, к сожалению, не случилось. Будем надеяться на появление полезного функционала в следующих версиях. Всем хорошего дня и удачной вышивки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok